С февраля этого года КАМАЗ обещал возобновить полномасштабное производство грузовиков нового поколения, а к концу первого квартала выйти на выпуск 500 грузовиков К5 ежемесячно. Первая часть обещания выполнена, сборка машин началась. В феврале автогигант обещает сделать 272 магистральных тягача модели 54901, из которых более 70 единиц будут антисанкционными, то есть собранными из российских, белорусских, китайских и других компонентов дружественного происхождения. Первоначальный план — выдавать минимум 18 грузовиков ежедневно, а уже потом разгонять конвейер до плановых показателей. Задача осложняется тем, что конвейеры плотно загружены производством техники других поколений. К слову, локализованные машины отличаются не только набором комплектующих. К5, получивший приставку NEO, вдобавок примерит новый 13-литровый турбодизель вместо прежнего 12-литрового. С новым мотором грузовик станет экономичнее, плюс увеличится интервал между посещениями сервиса. Вместо нынешних 120 межсервисный пробег вырастет до 150 тысяч километров. О других отличиях КамАЗ обещает поведать позднее. Между тем, у боссов грузовой марки номер один есть повод для серьезного беспокойства. В лизинг грузовики китайской марки «Шакман» продаются лучше, нежели новые КамАЗы. А ведь именно лизинг — самый распространенный вариант приобретения Комтранса. В итоговом лизинговом рейтинге 2022 года КамАЗ расположился на втором месте, при том следующие строчки также оккупировали представители поднебесного автопрома — Хоуо, Фау и Ситрак. В России выросли тарифы системы Платон за проезд грузовых автомобилей полной массой свыше 12 тонн по федеральным трассам. Так, с 1 февраля Минтранс поднял цену одного километра пути на 30 копеек. Ведомстве заявили, тариф проиндексирован на 12%, что соответствует росту индекса потребительских цен. Отныне грузовикам нужно платить 2 рубля 84 копейки. В качестве некоторой компенсации перевозчикам фактически разрешили ездить с перегрузом. Если раньше нештрафуемый порог превышения максимальной массы составлял 2%, то прошлой весной его подняли до 10.